Если в другие доли оно никак может не действовать вообще, ну или уже в каком-то особом случае чисто вот смерть нести, то в Кали-югу это может быть совершенно разнообразным знамением в зависимости от дополнительных факторов. Это кромлих, кромлих. Википедия священная. Ну, пока еще нет, к сожалению. Кром. Однако в интернете водится. Кромлих. 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 Кромлихи это такие круглые каменные штуки, которые в древности аребычи строили по всей Евразии, Северной Африке и Центральной Америке. Для чего? Это определенные резонаторы, которые помогали правильно сонастроиться с годовыми празднествами. Кроме того, они еще исполняли календарную функцию. В разные точки года можно было четко фиксировать, что в одном случае Солнце как бы своим лучом проходит через одну арку, в другом случае там видно то или иное созвездие или Луна. То есть там вот эти вот все нюансы, они очень структурировались. В Египте, к примеру, есть такой же Стоунхендж. Ну, разрушенный, правда. Кстати, вообще сам Стоунхендж, он тоже был разрушен. Его в 19 веке, можно сказать, построили. До этого это была груда камней в форме круга. Так вот, в Египте есть уникальная штуковина просто. Сверху стоял такой же Кромлих, а на глубине выступ скалы был отесан, и на нем была изображена галактика. Причем вид сверху на галактику. Так что так. А вот вся штука с захоронами мрачей, что это за это? Для чего? Ну, это вот у Скифской династии была особенность, когда некоторые князья, они могли к своему, допустим, деду захоранивать свои вещи для того, чтобы потом в следующей жизни откопать и дальше использоваться. Многие древние технологии после Можебожной войны стали просто уже невосполнимы. И поэтому, когда князь готовился умирать, он просто говорил, чтобы... А, ты же знаешь, что великие многие князья, они захотели оставаться и охранять эту территорию. И их родочи сооружали курган, куда помещали их на тело, и они там находились долгие тысячелетия. Поэтому внуки могли захоранивать свои самые ценные вещи под защиту деда, чтобы в следующей жизни взять их обратно. И в рахманской традиции этот обычай сохранился в виде того, что после обряда имянаречения, как правило, какой-то предмет человек жертвует какому-то из князей. В твой обряд имянаречения мы проводили очень сокращенную версию. А вот то, как во Львове они проводят, они проводят расширенную версию, где присутствует целый ряд таких специфических предметов, которые нигде вне их системы вообще не приобрести практически. Это и специальные ёмкости для подношений тех или иных жидкостей, это и специальные колоколы, освященные и защищенные священным воском от негативного воздействия. Это и, например, так называемые кинвои, то есть исконячие гривы, сделанные такие как апахала, которыми раздувают зажжённые во время обряда благовония. Ещё ряд таких важных предметов, часть из которых делается из бронзы. И вот эти бронзовые предметы, как правило, хотя бы один из них хоронится в Курган до сих пор. Они вот как там проведут именно речения, то раз в месяц, раз в два месяца со всех общин собирают утварь и закапывают в тот или иной Курган. Так что так? А суть массок в ритуалах? Ну, Кельта, это то же, что и у греков, по сути дела. Разновидность, некая примитивная, театральная, непонятно чего. Как мистерия театральная? Ну, всякая хрень. Доброе, а там идется постоянно, что червяная какого-то зброя в них фигурувала, что это тоже тантричные какие-то штуки? Или янтрические штуки. Чи залишки технологий до межебожного вина? Останки технологий. Про люс, ведь не только тантрой и янтрой можно сделать какое-то особое оружие, особое у зброя. Можно это сделать с помощью мантры, как благословить. Или с помощью духовного осознания как-то переструктурировать сам металл, чтобы он был сильнее, крепче. Или чтобы он был более синхронным человеком во время. Вообще, кузнецы — это не просто были те, которые железяки куют. Это те, которые в идеале создавали оружие, синхронизируя его с тем, кому оно создается. Поэтому здесь варианты как трёх уровней, так и каких-то промежуточных версий. А какие, взагалі, символичные значения лука? Лука я так часто зустрічаю, что він несел, як образ за собою? Здесь тоже смотря в каком контексте. В каком-то контексте — это как полусфера мирового яйца, через которую, устремившись по каналу мысли Всевышнего, мы можем вознестись в духовный мир. В каком-то — это та штука, которой выпускается стрела в башку врага. В каком-то — этой стреле, которая выпускается в башку врага, придавали смысл связи с лучами Всевышнего. И особенно у грехов, там, допустим, луч и солнце — это стрела Аполлона. В их поэтическом таком зрении. Еще тогда не по кельтам можно? Да. Какие есть этапы весельного обряда? Свадебного обряда для начала кого? Ну, каких-то нормальных таких непростолюденов, не знаю. Снова. Так же, как и имя наречения, обряд нормальный такой, как сейчас проводится в рахманской традиции. Для него нужна куча атрибутик, которые есть только в рахманской традиции. Не, ну да, но мне цікавит драматургия. Драматургия. Ну, тогда тебе вообще не должен интересовать обряд, тогда мне нужно будет как-то изрезать канон, так, чтобы ты его там за минут 10, за минут 20 всунул куда-то. Ведь ты же не будешь вот 40 часов там. Не, 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 ну, может ли там есть такие, вот этапы этого, тут проводится это, этапы этого, тут проводится это, этапы этого, тут проводится это... Ну, знаешь, не было такого в Inspect России, как, допустим, праздник, что вот сегодня праздник, а завтра уже живём как обычно. Это всё, вот как в природе, в природе же нет такого, что вот сегодня одинаковый день, завтра одинаковый день, тут бах, равноденствие, и дальше снова такой же день, идёт постепенно, постепенно. Сначала день, ночи больше, купала самый большой, потом постепенно уменьшается на равноденствии равный день ночи, потом постепенно ещё уменьшается на каляду ночь. Как в природе, так и в древнем обществе было. Что не так, что бах и свадьба, а постепенно знакомство будущих супругов, оно также имело целый ряд своих особенностей. Дальше разные такие аспекты, как принятие и непринятие, повторное сведение, дальше получение благословения богов. И получение благословения богов, оно также могло иметь девять аспектов. Оно могло иметь только один аспект. Его мог совершать только муж или муж и жена вместе. И дальше ритуальное пришествие к Рахману, который должен дать им дату самой свадьбы. И дальше сама уже подготовка и проведение обряда. И дальше первая брачная ночь. И дальше, соответственно, первый день, когда муж показывает жене её новое владение. И где конец этого свадебного обряда, и где его начало, сказать сложно. Конечно, можно вот чисто ритуальную часть, когда приходит мужчина и женщина, и священнослужитель им говорит там, мозги есть, понимаешь, кто ты, шо ты. Так, а у тебя есть, понимаешь, кто ты, шо ты. Отныне вы муж и жена. Ну я сейчас это сократил, но по сути дела как бы, если коротко. Вот эту часть, да, я могу как-то постараться максимально ужать и тебе предоставить. Или как, или снова, или... Не, не это. Мне интересно, как раз это первый вариант, который ты рассказываешь. Это все от каких-то смотрений и до, 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 до чего. Не знаю, до чего. До кроды. До чего? До кроды. До кроды? До кроды. До вознесения. О, вот мне все, о, о, это мне все интересно. Так, да, отрождение до вознесения. Да, это как раз этот момент. Честно, потому что у львовских этих товарищей, они же в действительности еще и, там, в некоторых случаях, не разродилась женщина, уже они решают, с кем они будут скрещивать ее детей. Поэтому... Аж до того моменту, где он в огнем ярости, типа, спалюет их тела у Бога и так далее. Вот весь процесс. Но так, скорочено, типа, по пунктам. Те, 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 девять вознеслись. Перечитай тогда девяносто девять предписаний духовного восхождения.